Продажу алкогольной продукции регулирует 171-й федеральный закон, по которому право реализации дается только организациям, а это значит, что и на товар должны быть накладные с данными о месте производства продукции и лицензии. За последние годы ситуация с продажей нелегального алкоголя улучшилась, но соблюдают закон пока не все предприниматели. Так, накануне в ходе рейда в нескольких торговых точках сотрудниками полиции было изъято около 200 образцов продукции без лицензии. Качество водки, коньяка, виски и нескольких коробок вина теперь проверяют эксперты. После специальной обгонки, то есть очистки, спиртовую жидкость дегустируют специальные аппараты. С помощью автоматического дозатора и компьютерной программы определяется состав напитка, который мог бы попасть на стол потребителя. У него ставятся пробирочки, из которых пробу забираются из разных образцов. Программа к данному прибору называется «Хроматек-аналитик», которая позволяет путем уже встроенной в нее аналитической программы выделить из всех находящихся там элементов, те элементы, которые нас интересуют. Нам показывается в виде вот этих вот пиков та картина, которая у нас при заходе происходит. То есть на данный момент у нас никаких посторонних включений, то есть нормальная жидкость. Это чудо техники под названием «Хроматек» появилось у экспертов недавно. Оно не только показывает точное количество химических веществ, но и позволяет провести исследование сразу нескольких образцов. Это заметно упрощает и ускоряет работу экспертов. За день химические испытания проходят около 10 образцов. Пока работает техника, специалист может параллельно проверять жидкость на другом аппарате, например, на рефрактометре, с помощью которого определяется количество сахара в жидкости, в данном случае коньяке. На этом этапе проверки все соответствовало нормам. Но при измерении градусности уже с помощью реометра оказалось, что нарушение производства данной спиртосодержащей продукции есть. Показатель не соответствует ГОСТу. Сейчас у нас очень много изъятых продукций и перспектива возбуждения уголовных дел и от некачественного алкоголя, ведущего с собой последствия, даже в некоторых случаях, связанных с опасностью жизни и здоровья для потребителей. В этом плане возбуждаются уголовные дела и передаются в суд. И могу из практики сказать, что настрой судов, прокуратуры и Следственного комитета, под следствием из которых находятся данные уголовные дела, очень категоричные, которые требуют изъять из оборотов в городе Сочи весь фальсификат. Большая часть некачественного товара обнаруживается еще на въездах в Сочи. Так, с начала года на постах Магри и Мападлер было изъято порядка 10 тонн нелицензированного алкоголя.